готовы добрый добрый день друзья 29 августа и сегодня наконец-то последний день зимы завтра уже весна завтра обещают потаять весь снег сегодня выбрали как бы такую традицию последний день провести на льду пробовали провалиться не знаю что взяли кучу прибамбасов кучу интересностей все друзья собрались да сегодня друзья давняя наша мечта была сделать спортивный круг на котором это вот будут бегать камрад за котафеевича вот так вот по кругу ледяная карусель ледяная карусель вставим мотор от электролодки и бензопилой вырежем дыру такую здоровую двойную ну короче ставим двигатель и кружок будет крутиться мы на нем будем сидеть балдеть вот такую штуку хотели давно сделать и вот решили сегодня последний день зимы замутить друзья вы на кран на к друзья вы оходитесь на канале криосус всем полетели всем дальше здорово пацаны я комрад нашел бабло на ренджуху купил ренджуху и залетал к вам где сусяра сосаняра шо вы там стоите как ты родные лазаро вига Илья, слышишь, а ну проверь какая толщина льда. Рукой можешь проверить, какая толщина? Короче, пацаны, мы пришли на озеро. Сегодня выходной день, много рыбаков. Мы выбрали такую оптимальную точку, чтобы никому не мешать. Нам нужно сделать сейчас круг диаметром 12 метров. Минимум 12 метров. Потому что если будет круг меньше диаметром, то очень сильно возрастает вероятность того, что он треснет где-то в своей окружности. Давай сейчас забьем центр, отмеряем 6 метров, прочерчим круг и все, будем его выгрызать. Мы намечаем центр, вбиваем палку. Да, привязывай веревку. Что там колечко делать? И надо минимум 12 метров. Натяг! Ну, давай! И, короче, пацаны, мы, короче, делаем свой круг. Сусанячий. И тупо там 30 рыбаков сидит и в недоумении смотрит. Что это происходит? Старая больная обезьяна. Что-то спина уже хватает. Перфикулит уже берет. А, моя жизнь больная. Надо синьки бахнуть. Чуваки, нам сейчас нужно этот круг будет, мы его прочертим. Потом нужно будет его выгрызть. Двух сила. Два пропила сделать. Нужно будет его выгрызть, этот круг, бензопилами, ломами, лопатами, чтобы он смог вращаться. Установить мотор лодочный. Пацаны пошли в машину за мотором. И включить этот мотор советский, который вчера купили бэушный в интернете. И сделать так, чтобы этот мотор разогнал наш круг. Пацаны, первая проба показала, что все хорошо. Пилит, пила шикарно. Сейчас надо ее заправить. Смотри, здесь у нас 5 литров чистого бензина 95-го. Кто знает, как она открывается, пацаны? Мы смешиваем сейчас масло с бензином. Бензиномасленная смесь. Этой смесью мы заправляем нашу пилку. Аккуратненько, тут 250 миллилитров не налей на механизм. Пуль, 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 аккуратно, аккуратно. Пуль, 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 пуль. Так, пацаны, приехал наш лодочный мотор. Это советский мотор от лодки вихрь. Командр, ты хорошо плаваешь? Я как топор, я же говорил. Три семерки, буль, буль, буль. Три семерки, буль, буль, буль. Ладно, давайте дальше. Время идет. А это пила из бомбоубежища. Так. Что она нам кажется? Она нам кажется, что приказала долго жить. Надо сейчас параллельно сверлить дырку. И параллельно, короче, пробовать заводить мотор. Друзья, мы купили советский одоробельный мотор, но мы не умеем с ним обращаться. Где-то Котофеич на лыжах идет уже. В ОЗК там бежит по лесам, по полям. Сюда с сумкой инструментов, чтобы нам помочь сейчас. Так что все будет хорошо, и мы сегодня заведем этот мотор. Все сделаем. И покатаемся на кружке. Надеюсь, что он не развалится. Нужно позвонить, кто-то сегодня. А ну. Да он за рулем, за лыжами. Пацаны, смотрите, сколько мы уже прорезали. Ну что, как идет? Ну я не ювелир, как так-то, но тоже режу четко. Хорошо, пацаки, что я вчера вечером успел зайти в магазин и купить новую хорошую бензопилу. Так, друзья, пропилили один внутренний круг. Осталось еще внешний, второй, чтобы круг мог вращаться, как чашечка печенья. Поэтому надо еще один сейчас будет по кругу пилить. Сколько у нас уже? Меньше часа? Минут сорок, да. Минут сорок, сейчас второй быстрее, я думаю, веселее пойдет. Короче, давай, мы сейчас будем пилить второй диаметр внешний. А, короче, чуваки, берите ломы и вот эти льдины, которые образовываются, нужно разбивать и выкидывать нахер. Это мы уже сделали отверстие под мотор. Сейчас мы мотор установим на палету. Ну вот, смотри, вот, все. Полетели, полетели. Мы сможем направлять и крутиться в разные стороны. По часовой, против часовой. Если повезет. А как правильно крутить колесо? Ну, если мы хотим вызвать сатану, то против часовой. Я бы еще пентаграмму тут нарисовал и поджег. И мы бы так крытились, и деды просто прокляли нас, и все. Вихрь, вихрь 30. 30 лошадиных сил, в общем, как по факту в Запорожце. Но самый недостаток этого мотора, то, что тут карбюратор. Надо сейчас будет регулировать карбюратор, проверять. Вот свечи, взяли ключи с собой. Будем выставлять зажигание, то есть, ну, надеемся, заведем. А, и он еще работает на 76-м бензине. Сейчас очень трудно сделать 76-м бензин. Поэтому мы подсыпем солидола, просто подмешаем 95-й. И я думаю, пойдет. Актановое число совпадет там плюс-минус. Солидола? Солидола нахерячим. Так давай снега сразу. Сус купил солидола банку. Либо купил, либо где-то на ЖД-полотне где-то там. Поэтому мы сейчас подольем солидола. Я думаю, заведется. А вы вчера его в интернете купили? Мы вчера его, да, купили. 300 баксов стоит, очень классный. Дед сказал, который продавал, говорит, вообще, я на ней столько щуки, жереха наловил, что, говорит, вот это самая лучшая, самый лучший вообще мотор в мире, производится с 66-го года по 2010-й, самый популярный мотор в СССР. Если был бы сейчас тут Бон, он бы кайфанул на СССР, так вообще, офигеть. И что, дед божится, что он рабочий? Да, он божится, что рабочий. Если не рабочий, мы к нему сегодня поедем и ебаник набьем. Приятный бонус. Ну, за 300 баксов, слышишь? Можно было машину сюда пригнать, опустить просто, блин, и вот так вот колесом крутить правым. Отдомкратить машину и крутить правым колесом. КОНЕЦ Ну шо, как идет? Ну, это сложнее, чем кажется. Тяжело выбивать именно промежуточный лед? Да. Ну, если было бы плюс 20 и температура, то есть такая, то было бы нормально. А так руки просто все мокрые, замерзаются быстро, вообще, ну, тяжело, короче, в этом плане, да, действительно. Мы, конечно, подготовленные люди, но даже нам трудно, поэтому можно представить как другим ребятам. Пилкой, если что, где-то подработаем, под собачьим, под конячьим. Голыми руками. Весла одолжить, если мотор не заведется. Весла им будем грибские, а что делать? Ну шо, пубертат, як и дэ? Потихонечку и дэ. Все, пацаны, мы дорезали целый круг. Сейчас будем вынимать пространство между двумя диаметрами. Вынимать с этой щели льдины, чтобы круг мог спокойно вращаться. Повторяю, диаметр круга у нас 12 метров. 12 метров диаметр круга, повторяю еще раз. Будем вынимать льдины. Ну будем вынимать, ну а шо делать? Вынимать так вынимать. Стрелять так стрелять, как раз имбаум дел, да? Вынимать так вынимать. Между ног зажимай ручку, Санин. Видите, диаметр получился с ладошку почти 20 сантиметров. Выбиваем этот лед и выкидываем его. До свидания. Камрад, ну шо, как настроение? Шо, наверное, быстро Кадбона или Котофея. Кто там разбирается в это кей. Проблемы с мотором? Да, тут смотри. Но тут вообще я не видел таких моторов. На ренджухах такие не стоят просто. Так вы сейчас на обум крутите или есть какой-то? Да мы просто крутим все вот эти крутилочки. И вообще ничего не понятно. Вот какая-то тут шморговка есть. Вот это какая-то там штука, дрюка. Он ни разу не дернулся даже? Ни разу вообще. Ну сейчас подъедет Котофей через полчасика. И надеюсь, что это попекляет. Но это его вотчина. Да, так это... Справляемся. Нет, дед, у которого купили. 100 гривен. Да, да, да. 100 гривен ему заплатить, на такси посадить. Пусть приезжает, заводит. Пусть приезжает, заводит, да. Влад, ты хоть что-то понимаешь в этом? Ну чуть-чуть понимаю. Просто типа понимаешь, что тут проблема в том, что вот этот стартер, типа его нужно нормальное сцепление дать с маховиком двигателя, чтобы он цилиндр начал крутить. Ну на самом деле чуть-чуть понимаю. У меня Запорожец был когда-то. О! О, вот он присутствует! Пан Котофей, приветствую. Тут как раз твоя вотчина. Не можем мотор завести. Смотри. Вот, вот такой есть мотор у нас, родом СССР. Мы вообще не можем Владу дать. Поможешь? Ну реально. Надо его вернуть к жизни. А у нас уже круг готовый. Нормально. Ну ты что-то понимаешь в этом? В деятелях? Ну относительно, но не очень-то очень. Пацаны, в общем ситуация такая. Круг мы пропилили с двойным диаметром. Успешно его очищаем. Через полчаса у нас будет все готово. Но сейчас все упирается в то, что у нас тупо, галимо отказывается работать этот мотор. И на крайняк сейчас съездит кто-то в эпицентр. И купим новый просто мотор в эпицентр. Второй возник вопрос. Когда лед потает? Завтра или когда уже утром? Не провалится ли сюда какая-то собака или кот ночью? Что думаешь, какая-то фея реально воскресливает этот мотор? Не знаю. Что мы вас купили? Не заводится ничего. Да пососали бензин. Уже друг у друга почти пососали. Не заводится. Ты подводишь меня. Ты вчера давал гарантии. На громке. Ну ты реально давал гарантии. Слышишь? Ну я говорю, что он должен завестись. Что должен? Ну как? Что мне теперь делать? Заводить его. Как я его заведу? За 300 долларов. За 300 баксов купили. Ну слышишь? Ты давал гарантии. На хера я его брал? Давай, может, приезжай, тогда заводи его или что? Я не знаю. Ну я могу приехать, чё. Так что можешь? Ты обязан? Ну что это такое? Что это за... Слышишь, я негативные отзывы там вам на OLX ставлю там вообще. Какой-то разводняк вообще тупой. Вы что, цыгане или что? Что я понял? Я понял. Я понял, что тут пенки вижу, что там елки-палки. Какие елки-палки? Да нет. Что жать? Расскажи мне, что там нажимать? Мы вчера покупали. Что? Говорю, приезжай. Подсос вытянут. Подсос вот отсосал уже. Вытянул. Ну вот, вытянул подсос. Дальше что? Дальше. Включили на нейтралку. Чтобы винт можно было крутить, чтобы он успокоился. Да винт в воде! Как я его покручу? Ты что, гонишь или что? Дядя! Ходили в эту ерунду в состре. Как? Где тут? Подожди. Где тут нейтралка? В какую сторону? О, вот это, наверное, нейтралка. О! А мы заводили на скорости. Слышишь, это плохо, да? Тебе зашло, конечно. А хер вы заведете на скорости? Ладно, давай, сейчас попробуем еще. Подожди, нейтралка, стоп. Как нейтралка? Как нейтралка? Еще раз объясни мне. Нейтралка как? Ручкой газа регулируется? Делается? Вот, вниз, вот сюда. Нет, нет, нет. Сейчас, подожди. Так, его нужно вытянуть или засунуть? А, блин, вот это я не помню. Короче. Возле, возле кнопки... Нет, 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 нет. Подожди. Возле кнопки глушения, да? Вот этой кнопки глушения. Да, да, да. Его вытянуть надо или засунуть? А ну, сейчас я посмотрю, куда он. Он по центру должен быть. Тебе, сумишь туда, назад, а обратно на себя. Это вперед. Надо посредине ставить или что? Да, да, да. А, ну нет, оно точно так же лучше лучше. Ты руками крутишь, дядя. Я точно так же кручу на вот этих. Смотри. Ну да, чуть-чуть труднее, но не сильно. Ну, слышишь, это играет в разницу. Посредине надо, да, мужчина? Да, да, да. Смотрите, то мы приедем сейчас. Давай. Вообще. Не поставил, блядь. Так не в натуре, пусть или приедет, или даст телефонную полную консультацию. Сейчас будет давать. Ну, нейтралка, блядь, еще это давать. Ты же понимаешь, сейчас опять одежда. Надо выезжать. А где он живет? Он живет вот там, вот где-то. Это, это, Вита Почтова. Да? Да. Ух, сосала. Сосала, далеко живет. Вообще, блин. Котосей вообще не хочет работать. Да? Отвынивает. Я думал, вообще сейчас сделает все по красоте. Пусти. Это щелень. Грудь это свободно. Это значит, что нейтралка включена. Что, где? Есть. Все, блин. Теперь нейтралка точена. Нейтралка точена. Ну и что? Подымай. Где дели сети? Сейчас. Подожди. Мы заплатим, нальем, все сделаем. Заведите нам вот это. Это вихр. Вихр. Он у мужика. Какой? У плащи в сене. Аж, 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 дальний, дальний. Как зовут? Он разбирается в моторах? У него, да. Что у него? Мотор налог. Как зовут его? Анатолий Иванович. Вас как зовут? Мне как-то радует. Так может, позовем его? Просто если мы подойдем, он нас не знает. Скажете, мотор заглох. Так заглох. Мы не можем тронуться вообще. Посреди узера стоит. Что я вам скажу? Он, у него лодка. Он. Казанка. Он может завезти. А мы хотим мотор запустить и раскрутить этот круг на льду. Видите, вырезали круг на льду. Хотим закрутить его. Чтобы он крутился. Знаете, такое есть. Получится? Потом костер распалим, шашлык тут сделаем. Сыщем усу. Приходите, если что, покатаетесь. Оттуда. Домой. Греться? Да. Какой улов сегодня? Ноль. Ноль? А сколько сидели? Часа четыре. Ну, удовольствие получили от процесса? Спасибо, да, конечно. Ну, это главное. А вы для себя ловите или на продажу? Блин. Я хожу отдохнуть, не поймать. А рыбу отпускаете потом? А? Рыбу отпускаете потом? Я ее еще не понимал. А? Метрострой плану, бейся в флаг. Салам Растаманам, буй моцарап. Так а что тут не то? Ну, я не знаю. Ну, где гарантию давали? Ну, ты же давал гарантию. На мотор. Ну, ваш же мотор давали гарантию. Вот СБУ уже подъехала, полиция. Хорошо, я согласен. Как заводить? Как будем решать? Вы хотите жалобу написать? Да. Вот человек продал. Мотор нам. Человек продал нам мотор и не заводится. Что делать? А гарантия? Гарантийный талон есть? Есть. Выписывал. Ну что, 162-я, незаконная предпринимательская деятельность. Будем оправлять на месте или как? Согласен. 162-я. На льду писать. На каком льду? Или по 163-й опору, еще 5 лет. По 5-й туру. Незаконно? Где торговали? В непредназначенном месте? Где вы покупали? На птичку. Вот прямо тут купили? Да. А торговальная точка зарегистрована? Ну, а как же? Вот круг. Круг. А в сумочке что? Медь? Медь в сумке? И алюминий. И алюминий. Ну, не забудется, реально. Ну, гарантию же давал. Ну, если давал, то давай ее сюда, хай, забудем. Не, ну, получается, цены по-людски. Так не робятся, надеются. Я же скажу, если... Анатолий Иванович заведет, тогда претензий я не имею, господин полицейский. Если Анатолий Иванович не заберет, я попрошу вас драть денег. Я бы вам посоветовал в службу СБУ обратиться. Алюминий? Ордена нету, я только поверхностный осмотр. Но не алюминий. Ну, осматривать мы никого не будем. Понятые вот у нас есть? Сейчас еще не смешно. Ну, парше никого и ничего тоже. Ну, потому что 300 баксов большие деньги. Это ваши проблемы. Ну, как мои, я купил же у вас. Хорошо. Гарантию уж выдавали. Ну, да. Ну, все, Анатолий Иванович должен сейчас помочь. Я думаю, мы решим эту ситуацию. Как хотите. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вот купили у господина мотор и не заводится. 300 долларов. Вот это вот о дорожном. Не цепляет. Ну, тут надо нафиксировать. То есть, если закрутим, поедет? Нет, ну... О, башни. Цепляет, но трудно, да? Попробуйте. Надо же ручка, чтобы... Ну, что, какая ситуация по мотору? Мотор работать не будет. Не будет? Нет. А что с ним? Причин очень много. Ну, давай. Я тоже. Все, спасибо за помощь. И вам спасибо. С Новым дням. До свидания. Надо ехать в эпицентр новый смотреть. Слышишь? Ну, ты гарантию давал! Давал! Ну, мы его не запустим. Поедете в эпицентр, глянь, сколько стоит мотор. Мы закинем лаве, короче, купите новый мотор. Котофея, ты физический труд уважаешь? Конечно. Уважаем, уважаем. Аккуратно, руки! Нет. Она там застряла. Пацаны, смотрите, какая толщина льда. Вот сверху лед покрыт снегом. Вот такая толщина. Ну, сантиметров 20. Добрый день. Что это будет? Это будет ледяная карусель. Кольцо диаметром 12 метров. Сейчас установим лодочный мотор, и оно будет вращаться. Нормально? Через 34 дня леда не будет, тут не зайдете. А нам чисто час кайфануть. Получить эмоцию и по домам. А это вы что проверяете? Рыба как-то есть, эколоз пока не верит. Эхолот? Да. И что, есть? Ну, нет тут ничего сейчас на эколозе. Что сегодня как улов? Да, да, слабенько. Слабенько, а что? Да, я пишу и вышел, сейчас я клею. Это пан Котофей. Это человек очень известный на ютубе. Котофей не слышали? Нет. Слышали? Да он знаменит. Кара кидает на фигу. Пустота есть форма, форма есть пустота. Я совсем старый стал. Но даже когда стану седой, не забуду пусть седой. Огнем и водой, землей, пустотой крестил нас Мусаси. Со временем мы стали другими совсем. Сделай себе сипуку сверху сосед. Пошло! Пацаны, выпилили полный круг. Все у нас готово. Сейчас подъедет Камрад. Они купили новый мотор в магазине. Установим мотор. Все, будем крутиться. А ну давай пробно попробуем. Пошло! А ну раскрутите, пацаны, раскрутите чуть-чуть. Ого, пацаны, тут а так голова кружится, когда стоишь по центру круга. Пойдет нормально, сейчас поедем. А сейчас вода его раскилешует, вода как смазка будет работать и пойдет как по маслу. Короче, купили новую елду. Не знаю, потянет и потянет, тут всего лишь 4 лошадиные силы, а там 30 лошадиных сил. Да, но то мертвец. Ну, то не мертвец, там надо просто человека разбирающегося, а не катофея. Это пожилой мотор. Почему? Вообще ни о чем. Короче, пацаны, у нас ушло ровно 4 часа. 4 уже прошло. 4 часа ровно на то, чтобы вырубить этот круг. Толщина льда 20 сантиметров. Мы предполагаем, что он весит 50 тонн. И это с тем, что команда мощная. Команда, у нас почти 10 человек. И все, сейчас устанавливаем мотор лодочный и раскручиваемся. Именно так. Пробуем. Пробуем и едем. Какие тут были эти вторые космические скорости. Да, нормально крутится. Если сейчас мотор потянет, будет вообще класс. Он потянет, могу сразу сказать. Пойдет. Друзья, я хочу напомнить, что сегодня последний день зимы, 27 августа. Завтра 1 мая. 1 май. Завтра первый день весны, как-то пей. Завтра масло, если масло, надо будет масло. Очко? Не говоришь так. Последний день зимы, завтра, скорее всего, все это потает и ничего уже не останется. Поэтому у природы нет плохой погоды. Как говорится, наслаждайтесь снегом, потому что скоро весна. И снега не будет. Я вам скажу еще что, что 80% земного шара снег видит только на картинках. Прикиньте. А как интересно. А мы можем прикоснуться к нему лично. Любой паре года можем прикоснуться. Так что радуйтесь, что вы тут живете. При том, что вообще последние 2 года в Украине не было снега и водоемы не замерзали. Это вот 2020-2021 нас зима порадовала хоть морозцом немножечко. Спасибо за этот лед. Его может никогда в мире уже льда и не будет. Ну да, потому что ледники же тают. Леонардо Ди Каприо сказал, что через 5 лет, скорее всего, будет глобальное похолодание. 5 лет сейчас будут жары свинить. А потом будет глобальное похолодание, потому что ледники и кондиционеры играют планетой. Да. И они что-то там произойдут. Ты холодильник готовишь уже? Готов холодильник. По мусоркам пойдем собирать холодильники. Пойдем, друзья. На холодильниках можно на снегу кататься. В них спать можно. Да, и будем морозить ледники обратно, потому что они вообще, что они? Прикинь, если каждый принесет по холодильнику, то можно заморозить на сад их. Заморозим. Ну что, друзья, вы на канале Суперсус, и мы сейчас будем ехать. С нами Котофеич. Да, мы поехали. Мы будем раскручивать с Котофеичем эту кружальцу. Кружальце будет сейчас крутиться, друзья. Летим раскручивать круг и звезда сегодня. Оксана и Дмитрия, любовь до гроба. Этюв в тонах по гробах, стоя на коленях ровно. Тут антисемитизм, погромы. Демушкин устроил, а слава сварога. И девушку угрожали изнасиловать льбы здоровые. С криками за родину. Диме оставили на лбу царапину. Это было продумано заранее. Владислав, что нам говорит этот мотор? Все будет. Сейчас буквально 5 минут. Все, затягивай, затягивай. В общем, ребята, смотрите. Это очень интересное озеро. Когда был Киев под немецко-фашистскими захватчиками, в этом озере утопили два Урала и один танк. Т-34. Поэтому есть смысл покидать магнит. Поисковый. Да, есть поисковый магнит. Сейчас подцепим и покидаем. Возможно, что-то присосется. Давай, давай. Да, давай. Тут глубина где-то метров 180. Ну, давай. Все, 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 все. Давай, вставляем. Сделайте хороший упор. Максимально хороший. Держитесь! 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 Играет музыка Вау, ребят, зацените, ледяная карусель Прям на озере, последний день зимы Играет музыка Субтитры делал DimaTorzok С того момента, как мы сюда приехали и начали всю работу, ровно 5 часов ушло на то, чтобы его запустить Работает, что, сейчас лишнее уберем, костер сделаем Субтитры делал DimaTorzok Хорошо, я обращусь Много твоих почитателей собралось? Да, спрашивали, я читал Я думаю, люди будут смотреть тебя Будут, только главное, что-то снимать надо интересное Так что, ну, в принципе, у меня идея есть, что снимать, поэтому, может и сделаю Пацаки, напишите в комментариях, делать Котофею свой канал и что, поддержите? Да, будем интересоваться мнением общественности Ты свой инстаграм пока в секрете держишь? Да, да Не будем его нигде давать? Нет, никто нигде не знает, так надо Я же работаю в органах очень специальных И там не надо знать лишнее никому Так что, все по плану Ты усы сколько такие отпускал? Месяц Это на зиму для согрева? Да, чтобы не труло Звони, пиши там, если что Хорошо, обязательно Дисовка Дисовка Давай Это дисовка Никогда вот это говно не покупайте О, сейчас давай магнит Магнит на туре, давай магнит Мотор, смотри, чтобы мотор не утонул Слушай, конец надо привязать, Алеша А что бензопилу утопили? Да это дешевка Это дешевка, дешевку купили Я уверен, что в конце мы и мотор утопим Потому что вот это вещь, советский вихр Его там починил и будет он работать А вот эта дешевка, она вообще заглохла Видишь, где она там? Дешевка А, вот дешевка эта, Нань Стоит, реально Вообще ее не видно даже Он красный, вот этого богатыря советского Видно? Советский сталинский мотор 1966 года выпуска Вихр М Обзор Подходим и снимаем Да Это Суса Карусель Крутится, крутится, крутится Сус Сус И пулемет Это Суса Супер Суса Супер Суса Карусель 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 Кто успел, кто не успел Это Суса Карусель Это Суса Карусель А, вот Мария Это Суса Карусель Карусель Слышишь, ну это Агита Илюхи была с канализацией, я взял у него в аренду, реально, на сегодня. 200 гривен даже. В смысле Илюхи нема? Это его гитара, это вы ему дарили, я пошел и в аренду взял. Вы что, гоните, он и так в конце концов. Может, получится настроить. Я взял, он играл там, я приходил к нему позавчера. Сколько денег ты дал ему за это? 200 гривен за день. Ты нормальный? Затяжите на мой счет. Да нет, ну ты вообще, смотри, я укулеле не трогал. Камрад, что там скрипач? Скрипач вообще, короче, ненавидит меня, реально. Он, блин, звонит, я трубку, я его поставил на обеззвучный, заблокировал во всех соцсетях. Скрипача вы больше у нас не увидите. Максим, он контрабасист. Все, ну реально, он мне звонит каждый день. Вообще, говорит, где гитара, где гитара, где гитара. А я говорю, это не гитара, это скрипка, дурак ты, ты скрипач. А он где гитара, где гитара. Я говорю, вообще больной какой-нибудь. А он где гитара. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вообще шикарно. Подожди, можно? Ну я думаю, что пожарится. Правда, я не повар. Офигенно вообще. Это теперь бурда и программа СМАК от Суперсуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вау, глянь! От Суса! Пора ресторан открывать! Вообще офигенно! У тебя какой соус? Майонез соус? Да. О! Сикардос! Отлично! Хорошо! Зажарил? Нормально! Горяченько! Плохо! А! Селитер чувствую, что во мне шевелится! Я вдеся! АААА! АААА! Пару слов для потомков. Не играйтесь на льду. Он немного потонул. Пошли. Тресина пошла. Давай мотор включим. СБУ запрещает. Выходим. Покидаем севетольные ледышки. Пожалуйста, на это находит. Тресина пошла. Алло. Быстрее. Что ты тут делал? Да нет. Да. 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 Надо. Надо. Надо быстрее. Я УСБ. Надо. Вы тоже все добыли. Оператор добыли. Давай, давай. Поломалась. Поломали карусель. Петарда поломала лед. Концовочка нормальная? Вот это веселухо, да? Посмотри, что стало с кругом. Это от одной петарды. проколадные парды. Хасшар 14. Где-то, где-то шуток. Капец, мять, вырвут. Папец. Папец, мать, вырвут. Папец. Ну блин, ну придурки сейчас утонут, но вообще придурки, реально. Смотри, рассказываю, как лучше кинули. чтоб лёд треснуло и их засосало под лёд. Нормальные вообще? Уйдите оттуда! Уйдите! Пацаны, вы умрёте! Уйдите! Я не уйду! Уйди оттуда! Я уплыву! Уйди оттуда! Уйди, Илья, дурак! Это не шутки, дурак! Это не шутки! Вы утопите! Дурочки! Это не шутки, дебилы! Илья, уходи оттуда! Мы встретились в маршрутке! Уходи! Котофей, что скажешь? Ну, затея уже не очень, честно говоря. Она перестала быть безопасной. Безобразие? Да, полнейшее. Что, будем вызывать МЧС? Да, будем сматываться. Ну всё, звонит она. Да, сейчас наберём. Всем будут, кто надо. А какой круг шикарный был? Ну, вышли со своими петардами, как обычно. Так что, был да сплыл. Садвэйсёрф в реальной жизни, получается. Стой! Нет! Нет! Господи, дяди! Садвэйсёрф Садвэйсё Садвэйсё Садвэйс Tool А лисички взяли спички, в море синее пошли, и в море синее подошли. Ну что, друзья, провели зиму, всем спасибо. А вам спасибо, что посмотрели ролик, классно провели время. Завтра первый день весны, первое сентября, и всем на работу. Так что, друзья, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Боно канал, на Котофеевича канал, на Коврада канал и на Космико канал. Всем спасибо, всем до новых встреч, друзья. Суперсус! 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 А, небо! Эфиром и дошелся маленький. Ну ничего, отойдет. Друзья, спасибо, что досмотрели видос до конца. А для самых наших преданных зрителей я хочу поделиться приятной новостью. Совсем скоро, уже где-то в течение месяца, выпуск Инсайдерс про космодром Байконур выйдет в прокат в кинотеатры Украины. Друзья, следите за новостями. Как только мы узнаем конкретику, сразу дадим ее вам. До свидания. До новых встреч.